Шалом, друзья! Махон Мир приглашает вас на оффлайн ханукальный вечер в знакомство с глубинами еврейской традиции. Ждем вас 20 кислева, 14 декабря, в 6 часов вечера, по адресу Иерушалаем, Сдерот Мири, дом 2. Бокер Тов, доброе утро, законы хануки, продолжаем. Продолжаем. Мы уже поговорили о том, что все масла годятся, все видели, годятся, не так как в шаббах, потому что в шаббах нам должен хороший быть свет, чтобы не было удобных скандалов, хануку, поэтому годятся все виды горючего, все виды светилей, да? Трещит, не трещит, он плохо поднимается, масло хорошо ли? Все это нам годится хануку, потому что, еще раз, это Аллаха, быстрее на том, чтобы нам подчеркнуть, что шаббах мы пользуемся светом свечи, и благодаря этому свету у нас мир в доме, и поэтому надо позаботиться, чтобы шаббатные свечи горели ярко и ясно, не сдрагивая, потому что если они погаснут, то возникнет необходимость их исправить, и тогда человек нарушит шаббат из страха даже. То есть даже если сам человек, ему все равно сидеть в потемках, то его жена испугается, что погаснут свечи, и с перепугу зажжет их шаббат или поправит. Вот такая может быть даже ситуация случится. В хануку, так как нам запрещено всяческое пользование этими свечами, запрещено мне читать, считать деньги, даже учить Тору при ней запрещено, поэтому нам разрешили все другие виды. Как он говорит, мне не важно, потому что погасло так погасло. Вот, на этом мы расстались в прошлый раз, а сегодня продолжим. Погасло так погасло, да? Что же делать? Что поделать? Но если теперь аварийная ситуация, погасла свечка человеку, он задумал, как знает, он учил Аллахум. В прошлый раз мы говорили, должна гореть полчаса, да? Ханукуальная свечка должна гореть полсвеча, полчаса, после того, как прошли полчаса, я могу пользоваться ее светом, я могу даже погасить. И еще нам сказано, что делать с фитилями. Фитиля можно старое оставить, старый фитиль остался, погасить. Это даже лучше, в этом нет никакого пренебрежения к следующему зажиганию свечей. Почему? Потому что мы сейчас скажем, почему нам требуют, вдруг вспоминают. А даже это лучше. На самом деле, надо кончики фитилей всегда обугливать. Зажигаем и гасим, тогда следующее зажигание будет однозначно быстрым и удачным. А когда сверху, новые фитили, это надо спичку так, спичка закончилась, еще, 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 пока загорится, берет время и терпение. Поэтому мы сказали, полчаса прогорело, может человек погасить свои свечи и масло ставить на следующее зажигание и фитили подвинуть, чтобы у него горели. На следующий раз нет проблем. Но если погасла свечка за 20 минут, здесь минут не осталось, она погасла, человек обязан снова зажечь эти свечи. Но уже без благословения. И снова отсчитывать время, чтобы было на полчаса. Поэтому, если случилась такая вещь, вдруг он пришел, зажег через 10 минут, погасло. Если увидишь, что масла осталось еще много, он зажигает снова, но уже не благословляет, без благословения. Но каждому из нас обязаны, чтобы наши свечи горели полчаса. Поэтому из этого автоматически выходит простая вещь. Пользуйтесь хорошими фитилями и хорошими маслами. С одной стороны, нам совет не обязательно, как в шаббат, поэтому уточнять. Но чтобы не бегать, когда распорядь, горит не горит, дима я ханукия, изначально пользуйтесь хорошими хлопковыми фитилями и хорошим очищенным маслом. Ну, а в наше время и вообще проще, конечно же, это серийные свечи, которыми большинство пользуются. Но мы сказали в прошлый раз и в многих местах, говорит Аллаха, лучше всего пользоваться оливковым маслом, потому что именно с ним случилось чудо. и вообще, кто зажигает, это зор, говорит, кто зажигает шаббат и масло оливковое, того будут дети, мудрецы Торы. Это самая, единственная мечта, которая может быть у человека, это одна только. Так вот, почему я не мудрец Торы. Почему же? У меня родители, чтобы от обычной свечки, таблетки зажигали. Родители лба сваливается. Есть две крайности. Одного, папа будет большой мудрец Торы, а он сам не стал. Он говорит, папа, что же ты мне не передал свою мудрость? Обижается на папу. Мы говорим, что Тора не передается по наследию. Каждый начинает заново учить Торы. И ровно ваша ситуация. То, что родители зажигали таблеточки, это в осени не запрещает быть мудрецом Торы. Можете на этом превзойти. Так превзойдите. Превзойдите. Мы все начали с низкого старта. Все. Но, чтобы помочь человеку, почему бы нет? Зажигать. Так вы начните зажигать. Ваши дети стали мудрецами. У меня пока нет. Так будут. А мне скажите всегда, когда благословляют. Так? То, господа, это был нашим. Мы связали, чтобы нас не свалиться с неба с того, не с разговоров. Вот так мы зажигаем эти самые наши свечи. Теперь, уж коль упомянули, о старых фитилях. Старые фитиля можно, а вот та же Аллаха предписывает на те же мудрецы и дети, чтобы были мудрецы Торы, и начищать хорошенько каждый раз перед шаббатом светильник. Сейчас можно увидеть, человек предупрегает шаббатными свечами, у него стоит покрытый пылью, не знаю, что. Время от времени надо это хорошенько почистить, что-то блестело, если это сделано под серебро или что-то другое. или эти стаканчики, которые мы заливаем маслом, их нужно тоже хорошенько начищать, чтобы не были они в копоте и неприятно выглядели. Буквально эта подготовка к шаббату тоже гарантирует, что дети будут мудрецы Торы. Так точно с ханукой. Две вещи, ханукальный подсвечник и шаббатный подсвечник надо содержать в полном порядке, как солдаты в армии. Солдаты в армии их проверяют как у них выглядит их оружие. Обязательно. Командир должен каждый раз перед отбоем проверить как выглядит оружие у солдата. Плохое оружие это уже солдат из героев не поможет очень сильно. Так точно и мы. Все-таки наш праздник военный победа над врагами. Наше оружие какое? Красивое ханукия. Не надо ее покупать из золота из серебра если не позволяет деньги. Но даже та простенькая которая есть у вас должна быть всегда чистым приятным виде. Потому Аллаха запрещает нам пользоваться глиняными светильниками их теперь и с огнем не найдешь конечно но если кто-то решил так сказать как в старину и купил их производят в магазинах сувенирных такие плашки из глины как раньше заливают сюда торчи сбоку втерек как раньше такие светильники были всегда решили под старину так если у вас проблема одна вы можете только одноразовый видите если вы зажгли не раз и покрылась копотью то следующий раз эту ханукию зажигать ни в коем случае нельзя и вы не сможете почистить поэтому глина настолько сожгелась поэтому всегда надо пользоваться металлическими стеклянными стаканчиками которые можно всегда будет легко почистить перед зажиганием казалось казалось такая простая вещь ну ладно зажег свечки мы говорили в прошлый раз были времена тяжелые люди в окопах зажигали из луковицы резали делали фонакей делали одноразовое понятно называется шатхак тяжелой ситуации нам же когда все нормально никаких проблем нет требуется от нас чтобы это выглядело красиво и приглядно еще раз сказали это касается всего а вот фитили можно ставить старые и еще легче и будет зажигать то теперь еще следующее зажигание адлака асемитсва это очень важное правило адлака асемитсва что это значит чтобы выполнить правильный митсвух зажигание ханукальных свечей одно из правил сегодняшнее мы уже говорили что надо правильное место в трех кулаках от земли не вышли 70 см и напротив мизузы параметры выяснили временной параметры выяснили полчаса должно быть горение как только вышло солнце выяснили теперь еще один важный момент адлака асемитсва что именно когда происходит загорается на небе и лампочка сделала митсву когда человек поставил на нужное место в свои свечи все выверил направление ветра дует не дует вершки корешки все быстро нормально стоят и только тогда это будет стоять недвижимо незыблемо я зажигаю благословляю почему называется адлака митсва почему чтобы не получилось так сейчас слава богу начнутся дожди у кого-то есть на улице саханукея он для удобства зажжет ее дома в тишине закроет свой аквариум закрывается который выйдет наружу и поставит удобно удобно но это запрещено ни в коем случае не зажечь ханукею в одном месте и потом поставить претенды там где вам хочется поставить почему геморр отвечает две причины она собственная одна если кто-то проходящий сейчас ваша задача сделать персуманист что называется то он подумает что вышли с фонарем что-то искать в потемках ищите что-то потеряли иголку ищите поэтому мы должны прийти и поставить а потом когда выверли я зажигаю ханукею вот так да теперь я зажег отлично сделал лицу случилось так что у меня не хватает масла да вдруг масла мало налит у меня есть шкала нарисованная фломастером я высчитывал сколько мне полчаса часа это важно знать перед шаббатом мне больше зажигать на глазок я знаю сколько я зажег и вдруг вижу что масла это я мало налил не будет хватать на полчаса горения могу ли я в горящую свечку сейчас долить масло нельзя потому что получается что я как бы сейчас процесс зажигания у меня происходит сейчас над лакаса митцва поставить все готово и только поэтому тогда я гашу все все гашу заливаю снова масло нужное количество и снова зажигаю но уже без благословения все чтобы выполнить митцва что я зажигаю на месте где я могу только на том месте зажигать вот эти две вещи которые могут произойти с нами аварии в таком вот виде могут быть поэтому очень важно еще раз заранее смотрите сколько масла вы заливаете если есть возможность или вам появилась необходимость добавить видите что не хватает наливаете заново что хватило на полчаса и все снова зажигаете как будто все как по порядку но но без благословения называется адлака аса митцва поставили зажгли они зажгли и поставили все тоже важная Аллаха без нее никак нельзя или же может учиться да вы зажгли и вдруг сосед говорит ой это мешает меня вас скоро зажигать на стуле возле дверей кому-то мешает вы не можете взять этот стул и поставить другого места теперь если это правда мешает мы не подумали эту вещь кому-то мешает серьезно то вам придется все это погасить поставить другого места или безопасности с точки зрения противопожарной и там снова зажигаем но без брахи без брахи то это очень важно браха только одни раз произносится следующий раз мы не произносим часто бывает когда они просто гаснут эти свечки почему опять же фитили некачественные даже купил в магазине фитили а они китайцы их делают почему-то уже сразу некачественные что-то там не хватает плавающие разные фитили бывают особенно подозрительные плавающие знаете ставят поплавок они плавают массы иногда они переворачиваются иногда воду доливают чтобы там поднять уровень все это трешит и короче эти все вещи из жизни мне знакомы я на опыте стоим только пользуюсь чисто одно масло из стаканчика даже не надо большие а ну сам еще полтора часа горения такие стаканчики одно масло и все и фитили хлопковые зажигаешь и даже наверное проверять горит до пол ночи спокойно я могу через полчаса погасить это как мы учили мне не нужно что но другая другая лоха говорит мы сказали прошло полчаса прошло прогорело можно гасить но есть мнение что пусть все равно ваша сейчас горит после времени которое прошло почему иногда человек случайно увидит и вспомнит в этом есть какое-то тоже немножко от персума низ это время уже прошло поэтому если вы хотите что называется хаседут не хаседут это добавить пусть горит митцва гуфа полчаса а потом это будет даже не гидура но все равно это кому-то поможет поэтому не щадить возможности вашей свечки пусть горит сколько угодно и люди смотрят на то это мы обсудили следующее господа я почитал сразу то что важно можно ли и так мы сказали нельзя пользоваться ханукальными свечами только смотреть и только только смотреть на них если у вас есть время поэтому говорили что когда зажигают горят свечи ханукальные женщины не должны работать в то время когда они горят помнить о том женщине должны работать что они что имеется ввиду работе по шитью работа которая требуется усидчивости а если это помыть посуду то можно печь сувганиот можно убирать питальную квартиру нельзя то есть логика простая любая работа которая требует сосредоточенности шитье это же не пуговицу пришить это там надо же кто умеет это делать поэтому эти работы женщины не делают и только смотрят но на самом деле неплохо бы и всем тоже это время провести глядя на свечи даже если нам не побелевают этого делать но все равно успокоиться поглядеть на эти свечи пока они горят полчаса есть даже люди которые мнение что не делают работ в первый и последний день целый день зажгли свечи ничего не делают есть такое мингак но его не приветствуют наши мудрецы большинство почему по интересной причине человек как правило ищет себе причину не работать так устроен человек выходные ищем себе ищем выходные обратите внимание сколько в россии выходных дней это мне брат пожаловался больше всех в мире это мой брат пожаловался как он обратил внимание и непонятно и он как раз угадал в точку а что плохого то что человек не работает это именно та причина по которой нашим большинство мудрецов сказали нет такого даже мужчина нельзя ему в случае работать полчаса не привыкает он эти дни сидеть без дела почему безделье приводит к скуке а скука приводит к греху вот так простая вещь так и написано поэтому увеличение выходных дней не опасны времена далекие когда у нас был храм и были праздники трех когда подходили паломники ходила специальная полиция которая проверяла все места где может кто-то заблудиться время прогулок и делала всякие преступления полиция нрава поэтому у нас после холомоидов всегда есть ввиду самый день когда мы читаем слихот что называется многие не делают многие еще делают почему и на пустах холомоидов время 7 дней безделия мы говорим как здорово это же 7 дней про полупраздничных мы нам повелел пить вино есть мясо ходить праздничных одеждах а главное запрещено работать как все остальные работы мы делаем людьми так это здорово в честь праздника но оказывается 7 дней безделия в конце концов порождают скуку а скуки люди упадают в глупости парадигма простейшая много что из этого учить поэтому точно по той же причине в хануку не предполагается сидеть без дела как мы видим побочное что мы учили безделие опасная вещь и действительно на самом деле человек от безделия впадает в глупость и две вещи спасает человека от глупости тура и работа работа просто работа тот кто не работает то что он не ест он делает глупость непременно вот такая полезная вещь тоже на фоне хануки и опять же ханук это хан воспитание хину мы вчера на другом уроке это упоминали это воспитание детей воспитание на себе себя воспитание из того что безделие порождает скуку а скука ведет к греху поэтому только женщинам разрешено полчаса ничего не делать и глядеть на эти свечи вот но нам можно в этой заниматься кое-что только чтобы мы этими свечами не пользовались ни в коем случае пришли домой считаете свои доллары считайте и в другой комнате чтобы не было подозрения или мы знаем как говорили стали шамаш теперь после этого как мы два раза это повторили вопрос следующий а могу ли я пользоваться хануки своими свечками ради самой митцвы нет вопроса читать тору я не могу хотя это митцва все равно нельзя учить тору тоже не могу это использование ханукальных а если я что называется лити пшат по простому прочтению я пользуюсь ей ради это же митцвы имеется ввиду могу ли я зажечь ханукальную свечку от ханукальной свечки вот и все как нам сузили можно вас написано можно и можно и нельзя у вас написано можно только если это когда это читает я не могу понять как это можно сделать технически если ханукья свечи стоят да и как вы наклоняете одну и тогда получается когда возвращаете ее обратно она вы как бы взглянули мы кстати делаем адлокасом я поставила зажег а после этого двигаете а шамаш можно это считается тогда поэтому я не знаю как это делать и технически но действительно спор серьезный нельзя можно можно зажигать ханукальную свечку а другой можно а тут это обменение теперь еще раз никто из нас этого делать не будет разумеет технически трудно представить как это делается почему сказали можно мы сейчас просто отслежу что делает аллаханам важно нельзя пользоваться свечами даже учить тору а если я пользуюсь ради того чтобы зажечь другую то разрешается можно здесь можно а другое мнение которое запрещает почему говорит просто чтобы получить удовольствие как называется проверяем до конца проверяем до конца а сейчас мы поэтому придем перед да а в чем смысл такого вопроса когда зажигаешь первую свечку у тебя сто процентов спички она сможет зажечь еще остальные свечки поэтому мы берете свечку другую просто свечку просто свечку в руках и специально продают отдельные свечки для зажигания других она длинная восковая она длинная для этого зажигаете этой свечки я просто беру у детей дети зажигают простые я беру у них эти вот коротенькие и пользу зажигают спички хватит на всех ну можно 8 на 7 не хватит лучше всего еще раз в школе затронули эту тему чтобы не забыть на предыдущую там это сужение места а тут на самом деле и спичка это в чем проблема спички зажечь так скажем так нравственного толку проблема пренебрежение митцвой могу ли я взять зажигалку и зажечь зажигалку можно почему почему нет почему не зажигали вот это движение знакомо это красиво это некрасиво сейчас они вообще зажигалку придумали после сигарет поэтому у всех в памяти зажигалка это вот так это не как разжигают как будто для меня нет разницы между тем и тем поэтому лучше всего и спички какой-то степени тоже вот это движение она не она уже испорчена этими страшными бандитами там все мафии так и движение их не поэтому лучше всего конечно это опять же не так страшно зажигалка однозначно не стоит хотя зажигают тоже шабать не уж точно нельзя зажигалку точно но они так и дориада поэтому сказать что опять из воспитания хину все-таки лучше всего зажечь свечку а просто так и этой свечки зажигать прошу уж никто не прикурывает от свечки наглость от свечки прикурит кроме этих гусаров и в это это самое лучшее поведение при зажигании хануки то это насчет замыто оказались в какому у какой у нас сузились мы от свечка от свечки могу я и говорит а с другой стороны все-таки нельзя почему можно кто-то сделает технические проблемы но маленький дьюкш называется а все-таки в этом есть что-то что вы будете пренебрегать как мы сейчас придем уже как напоминали первая свечка на самом деле изначально надо достаточно зажигать одну свечку каждый вечер все опять же никто этого не делает но изначально называется кодин изначально чтобы выполнить митсву хануки зажигать хануки мне достаточно каждый вечер одну свечку зажечь все остальное будет называться и дур улучение митсвы поэтому митсва настоящая нет то это одна свечка остальное заводится гидур минга как угодно это здорово так надо делать не принадлежаем но настоящая митсва это первая свечка в одну когда вы забили первую свечку от нее за вторую получается 2 свечка уже совсем митсва понятно и поэтому лучше не зажигать еще раз кто так сделает если технически получит нему нельзя наклонить не как зажигание делает митсва как это технические я не знаю может сделать но еще раз кто так сделать не нарушит но чтобы быть до конца до конца в этом красиво это сукот до недавно сукот связан с ханукой не то что между ними ничего нет они связаны еще родственными связями около двадцати лично я насчитал пересекаются эти вещи так вот сукот мы с вами занимаемся алиф алиф мы пока можно купить лулав который может благословлять просто кошерный можно мегадрин а можно мегадрин я мы покупаем какие самые лучшие лулавы три его образа и способами был внизу я беру самый лучший так на так требуется вышли не прямым текстом а через но как бы через наших мудрецов через пророков все вышли не пришел гол я хочу чтобы для меня вы как работали мудрецы говорят есть хорошая вещь служить всевышнему как можно лучше поэтому синагоги строится красиво деньги не тратить не деньги тратятся мир не рассчитанно не глядя на этот сколько это стоит красивая ручка дверная ставить уж это бы так место если это сужение свишно я покупаю только самое лучшее здесь запрещено нам экономить на этом вот поэтому так точный в хануке у нас я так они должны это дает мегадрин мегадрин поэтому мы зажигаем изначально все делаем шашкиназим даже каждый член семьи зажигает у каждого члены семьи есть свои еще по этому говорим хануке я усфарадим только одна но мегадрин добавляет каждый день еще одну свечку по предопреждения поэтому пер на самом деле икар один достаточно одной и это митцва и когда вы ее от нее будете пользоваться получится что вы пользовались мир митцва поэтому лучше конечно и на это мы улучшаем наше поведение а ногу и я этого не буду делать никогда почему это колха потому что действительно проверяли можно или нельзя ими икар один изначально можно сделать но если точно так еще раз повторяем как вы можете купить лулав весь сет вы можете купить за 50 шекелей и называется рауль и браха можно благословлять нет такой ваша праха будет нормально не напрасно и браха но я даже не знаю как у месте ставится за это галочки я даже за тоже галочки не ставится на небесах и не ставится галочек купил под сделал все даже взял кого-то взял кого-то в долг сделал но где-то и другая доска почета на которую сюда засчитывается на самом деле засчитывается не до того чтобы оставить на потом отметки или медали вешать на грудь это тоже наше воспитание все лучшее отдать всевышний это есть ханку мы учим все лучшее все праздник отдать всевышнему а не то потому что собственно вся история человечества началась с первой мировой войны между каином и эвелем потому что эвель принес все самое лучшее а каин так себе и всевышний не принял жертвоприношения каина потому что так не служит всевышний надо самое лучшее отдать и поэтому началась эта самая война между каином и эвелем где эвель погиб но служение всевышнему я должна стараться самый лучший ты меня воспитывает простой вещи то что самое лучшее для человека он сам он сам я ближе себе поэтому я должен все что мне есть послужить подать служению всевышний и просто этому вывод какой все что я не делаю я должен делать во имя небес все вся формула этом заканчивается вот так нас ханука воспитывает поэтому тут мне привели то господа адлоката сами собака поговорили еще и май там у нахать бэмкома шило это мы сказали а ну гальма цей шаббат но приводит однако делает зажигание делает митсва мы сказали приводит пример самый шуха нарух я не знаю такой что это означает был у человека богатые люди были они ставили такие свечи что горело цел больше суток не стакан с маслом и от горит у него целые сутки заканчивается у него это сама шаббата разумеется был не гасил о подходит на заканчивается мацы шаббат горят еще это свечи он они благословляет и пожалуйста нет он должен погасить и снова зажечь это тоже у нас такое не произойдет просто побольше я повторю побольше нашего наруха закривел мы упомянули чтобы выяснить эту вещь адлокат а сами цва есть ничего мэр для киван чем отвлекаться митсва цари шитиен шемин макинер киде щи урт и кодем надлака этому выяснили овали имбирах однако народ зел вся модель катнер ханука женщины тоже сжигают фанукальные свечи почему лоха говорит да потому что же причастны к этому чуду были как правило есть такая вещь женщины а свободны от митсвот которые требуют а то время так вида требует на такие как молитва зажигания свечей тоже время особо но все-таки женщин зажигают потому что они тоже участвовали югид память об этом прошлый раз говорили что кушаем и молочные продукты потому что югид на пока накормила полковника их не армии сыром он захотел пить на ему дала мина он уснул она отрезала ему голову и все разбежались это югид история или другая история что она была дочь здесь две истории переплетаются и сама гима мне кажется тоже до конца не выясняет либо это было одно время это или бы две истории нанизались на одну тему югид а дочь коэн году когда да 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 это это с ханукой связано а югид это наложилось позднее или пряния история и вот но тем не менее если шхана рук так постановил вопрос другой привести две если гим нам непонятно это событие были в одной плоскости или раза только из перспективы не наказывают по времени одну другую то все равно что народ это сделала так потому мы в хануку стоит чтобы сделаю как лучше уж кошку вы кушаете то кушайте тоже молочные продукты и заодно вспомните аллаха что надо есть память о том что сделала и югид в любом случае что же она сделала это было полезно и поучительно для наших врагов чтобы они с нами слишком много спорили то потому что у нас из канада поэтому яшми шаммэрши катан шегея ли ханука мутар то адекат беколихат митней байт дмадлик митни от смог а там шегея ли хену царих ли гадлик гангарма говорит так тоже упоминали уже у нас с фарадим зажигают одну хану кию на всю семью мешки на зиме рома говорит зажигает каждый член семьи свою хану кию мы это упоминали в случае чтобы все стояло раздельно не в одном месте вот что было видно что то отдельная хану кия поэтому ушки на зиме сжигают стою хану киот и ребенок тоже который пришел к временю кину он уже что-то понимает он может тоже зажигать свою хану кию гам кент водится есть одна альник буковка и дали что же не сказать нам спирать модель к нам роцела марш аф им нейма хата для чеха врана канали бы и на и холи отцы хрим ликкан николь маком гу до от смог иван сереги то это мы искали про ребенка все государь идет что мы еще не смотрели на модлик вы на и решены варев то теперь собственно звать теперь что микки и благословения да мы выяснили время вместо условия теперь какие благословения зажигает первую ночь когда вот начинается кафе наступает мэрэх шалош брахот ля длик нер шельханука первое шарсанисим ля ватену вторая и шейхияну третье три мидс до 3 мид вещи мы благословляем первую вечер до шейхиян для длик нер шельханука это миссан сама собственно митсва что не останется и этому до урока говорили самые числа которые мы тоже об этом благословения и последующих яну каждая митсва которую мы делаем периодически и между ними есть перерыв большой мы говорим шахияну спасибо всевышним который дал нам дожить до этого времени да это особая митсва теперь милель решен в энах миларев штайн следующем где-то 2 бархи говорит какую только первое зажигание свечей и про чудеса шахияны больше не говорим понятно само собой топ только посмотрим что немного добавить нам еще в иваре аль коль обраход кодом щит хиля для и крома добавляет сначала благословляем а потом зажигаем тоже вот эти точки которые надо запоминать и хорошо не путать благословляем и зажигаем благословляю как сюда все митсва да благословляем и переходим к действия сказал барху надевают или до примере надеваю ну как здесь и кроме как про у нас шаббатными свечами проблема поэтому есть у нас сейчас население которое сначала зажигает потом благословляют а если ты раз зажигает потом благословляю и два этих мнения очень шаббат не тем тем не менее двух словах они по у каждой по своему прав если ты зажег здесь даже благословил так может зажигать учеба наступил зажег благословляешь как же действие сделано да поэтому шкино зим зажигают закрываются глаза и благословляю не было уже есть это способ как не не все дали все можно и тогда можно так но попутно упомянули что здесь а что поэтому почему шамрух я что не знаю этого правильно сказал барху и сделай рух почему чтобы не путали спор шаббате шаббате действительно действительно там я а сам никто не до сих это не победил там у каждой свой хороший довод зажигая скажи зажигает данная стала я же все в шаббате кем зажигать то вношный дел я зажгу подушку но это уже перепутал но я сделаю так то и поэтому вы правы и так и так делаем ханаку нет этих трюков зажига заплагословляем зажигаем и вперед ну конечно может быть еще есть технические ну конечно же что зажигаем первое можно зажечь шамаш из-то в конце здесь тоже всякие приемы и зажигают все потом шамар зажигают я зажигаю шамаш почему чтобы я потом пользуемся цветом на руках у меня то известна свечи которым уже сказали мне тоже из труда свечка огоньок уже горит чтобы не на секунду мне не в поле за зажженный свечку мне руках еще и сиду потом буду песню петь она ротала я буду петь это я буду глить в тексте темно в этом не нужно это шамашом гореть топ 4 для одли то проверим только романом добавить дико дендалит ходу силимад лик декима ши хая бархот овер зия бен ханука шахах леварех аль гадлака в рак кодем шагедлиг кулам низкар вадайен лоб в рак יש ло леварех коль бархот шханарух добавляет нам хорошую вещь им шьими низкар ляхар шагедлиг кулам в ин ло леварех бархат льгадлиг рак биркат шасаниси биркат что хорошее нам приводит с вами вещь а если человек забыл благословить начал зажигать ой я не сказал в раху пока он не закончил можно сказать братство не зажигать зажег и продолжаем что почему митсва еще продолжается как предлевается еще это важная вещь почему в жизни это случается есть люди которые забывают или путают с шаббатом масса мест для аварий происходит поэтому стоит здесь нам быть на сторожей одновременно знать как из этого выходить балай лавы кто-то модлик ай лавы токмей то бешера он нир хануками варэх шастанисим билюват решаем варэх аль гашнян хьянов и им то это мы все объяснили ахарши медлик после того как зажег ханукальные свечи поем песни а народ а лалуша на 1 мадыки аль чего-то лицом овалин флот в хулю это все это есть все дури что-то повторять да это текст мы объясняем почему были что собственно сущность праздника объясняем да сущность праздника как мы скажем этому и молитвы будем они перекликаются что же произошло там мы говорим о вспоминаю что он стоит о тех часах которые нам совершил всевышний те времена далекие только подгляжу немножко быть может что-то мишна бурра нам под скажет еще в эйна атидли адлик беотто лайла то беседыр шага длик нет ничего нам не сказала ахар шага длик в хулю шуикар омэрган ирод а лалю бейгимор адликот беот шамар ган ирод нежна бурра добавляет нам такую вещь хорошо эти слова сказать покуда свечи еще горят ну странно да это занимает как правило минут пять это можно должен сказать пока не погасли свечи очевидно если что хочешь сказать кто-то зажег и по какой-то причине не спел он может эти слова сказать пока эти свечи говорят тоже важная вещь на случай всяких аварий или дети задержались или что-то еще или хотели все вместе спеть кстати обычная история зажигаются сия вместе то можно зажечь все потом вместе спеть они каждый раз пить так вот заказ зажигание и тхили адрик было ли решен бэнер и теме именно металл это не пропущаем ахсанай тоф еще одну были лишь лишь и миссии фото от сэдриф не лица тями мы сюда последнего хозерга не вы знаете как зажигаем тут уже вообще до зажигаем справа идем в сторону лево да все сегодня одна свечка за тартарая и добавляем справа налево а зажигаем обратном порядке для примера это то как мы пишем с вами на иврите на иврите пишем справа налево от письма буквы пишем наоборот слева направо и ступи в письменные прописи вот так поэтому я и добавляю в эту сторону зажигаясь эту и потом иду спускаюсь вниз все да так нас так не учили курса да да так начали меня однажды гульпане краснохану мы были не это за зарезал хорошо голову до сих пор это лучший способ запомнить на самый способ запомнить это всю жизнь зажигать свечи и когда изжигаешь долго уже даже не знаешь как это делать удивляясь а ты так и написано точно как же это делал привычка на наша известная штука хорошая вещь но несмотря на эти привычки мы все равно должны каждый год повторять и находить что-то новое обязательно то и тхиль лимбраха вахар кхе фенелица тьямин в хэн беколь лайла немца штамид миварех аль-хануса в чегу мор аленес теперь и почему же все таки когда мы каждый раз зажигаем благословляем мы добавляем добавляем и благословляем новую свечку не не 3 3 3 3 зажигаю почему почему не продолжаем просто опять первого потом это так потому что именно сегодня здесь вы загадите третью свечку именно сегодня что он говорит сегодня и есть эта свечка с которой она нам символизирует чудо ведь эту ночь третью думали что погаснет масло а она не погасла поэтому именно вот эта новая свечка и мы не не благословляем и зажигаем ее потому что это сама чудо как раз и есть но мы не будем сейчас бель шамад милель рассматривать там есть порядок наоборот но это уже как-нибудь на досуге когда все закончим там есть своя версия это уже интересно то следующий раздел будет такой господа тоже из жизни всяко бывает не всякого под рукой бывает ханукия с не всякий готов или может дороге случится застрял и что угодно как быть пришло время зажигать свечи а человек не находится на месте или не себя дома что делать да что делать ахнасай ах санай ах санай слиха ах санай шеэн медликим алау бебито царих латет прута либо ала байт лештатэх эмо бешэмин шэль нэр ханука им ешло петах апатуха фестолич эфел шефот апатуха эфэл пи шефот ото баят анами ухэт элэ ли шна. и он ехал на шухан и он один и он ехал отца и он ехал и мы говорим что в период этого что медлики нападают именно в доме и он ехал и хулиган готов гость господа так это гость что нет медлики алава в петух гость у которого нет ничего никто вместо него нигде не зажжет свечку да вот такое так случилось что делает он приехал кмуту в гости и он живет у них там что делать ему с ханукею это господа шуханарух как зажигать ему он дает 10 огород 20 огород хозяину дома за эти деньги как бы хозяин дома покупает то часть масла которая на него и он может достаточно вы скажете а быть может пусть зажжет свою ханукею ханарух не видит необходимости все пусть дает 20 огород и вышел с легкостью вышел из трудного положения то теперь но это при условии что он живет в какой-то из комнат в этом же из салона много дверей он заходит и дай ему спаренку где-то там он спит и выходит в салон но если у него как говорит нам есть отдельный выход сейчас так модно делать домашний фигелет и там отдельный выход царик ляда ликбе петхо несмотря на то что он будет кушать у хозяина дома понятно где мы оказались если он живет доме и в комнате которой он три дома он дает 20 город и достаточно но если мы выделили фигелет пристройка к дому и отдельный вход то он должен тоже почему чтобы не осталось у нас ни одного вначале мы говорили ни одного хода в дом без хануки чтобы не подозрили что человек живет а хануки не зажигает поэтому на него возложили обязанность зажигать там в этом вводе дом то я не знаю как у каждого в этой жизни бывает это даже трудно представить всех кажутся ситуация я шамрим да без мана зэ шима для ким битвним шамамаш мамаш идлик бэмаком ше охэль вэхэйна гагу рама рама говорит хорошая для ашкеназим вещь что лучше всего сейчас если вы гость зажигать там где вы кушаете вот и все для ашкеназим выход такой вы приехали в гости и у вас есть отдельный где-то вход зажигаете там то посмотрим что мишнобураб на это ют алиф ют алиф ют алиф выполнить свою митцву для других зажигают на три дома то закончим наши лохот ханук 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 свечу, а после шабатнюю свечу зажигаем мы, то и Рома добавляет, и благословляет все равно, мы до этого говорили, есть у нас три благословения, и каждый раз сначала благословляем, потом зажигаем, и сразу наступает у нас митцва, да, а Рома говорит, даже если еще солнце, не вышли звезды, все равно благословляем, да, очень важная поправка здесь, чтобы мы не подумали, как же, да, я благословляю, митцва начинается, нет, афальпиша абадликем, биотъем гадоль, биотъем гадоль, биотъем гадоль, гайну, би мако, шимадликем, гонерод, негать петахабайт, это нехорошо, известно, почему? Митцва, мне нет другого выхода, да, если я зажгу сейчас в шаббат, и потом я уже вступаю в шаббат, все, все уже, поэтому я должен сделать наоборот, и то, что я зажгу, а митцва будет потом, это не страшно, я, как мы говорили, наливаю масло, вместо этого вот столько масла, раз расчета, и все, и тогда моя, ну, разумеется, тогда я тоже должен позабыть, чтобы все горело, хорошо, мне тут точно надо проверить, и тогда я зажигаю, и буду смело, что у меня их хватит, она будет гореть до того, как сойдет солнце, выйдут звезды, еще полчаса, все, это мы знаем все, как детского садика, но важно в том, что шахнарух объясняет, что вместе с шрама, не бойтесь благословлять, потому что все-таки митцва ваша наступит, ну, конечно, все страх, а вдруг погаснет напрасно благословение, то, конечно, от нас поправка, уж действительно, если не требуется в хануку в шаббат тоже добавлять хорошее масло, мне нельзя не заниматься, этими свечами, мы сказали, то все-таки здесь из страха, что все было нормально, надо от себя позаботиться, чтобы это горело точно, и потому следующее Аллаха говорит, Следующий Аллаха говорит, когда зажигаете, вот странно, да все время меня не предупреждали, как-то в шаббат, я должен ставить свои хануку в такое место, чтобы была пригородка между ветром и свечей, почему? По той же причине, вдруг я зажгу, а я поставлю в неудобное место, навкамина для очень людей, которые любят зажигать наружу, это хорошо, но иногда может случиться ситуация, он благословляет на свечи, и они погаснут от ветра, да еще до шаббата даже, это уж точно получится у него сомнение, как он благословит, поэтому следующее Аллаха говорит, продумать точно, где вы поставите свои, быть может, это действительно, я повторил, никто не говорит об этом, но действительно стоит здесь зажечь, даже внутри дома, в таком случае, если на улице ураган, у него неудобства какие-то, ханукальные свечи, шаббат, зажечь там, где наверняка их не задует, ликво нерод, и потому говорит он, беру шаббат, а сур ликво нерод баделит этсма, а харей гаделит, ешмиши матир, Аллаха пришла к нам из другого шухана руха, из шаббата, перед шаббатом запрещено на двери делать светильник ставить на дверь, это там, где с ним писал, потому что когда человек открывает, закрывает, он может погаснуть, мы это учим там, в шаббате, там запрещено, там есть много дел за дверью, на двери приколюблено и прочее, сама дверь по опасности, здесь скорее всего имеется в виду именно, что это некая частность, еще раз, я зажигаю свой светильник, благословляю, борю браху, две брахи, говорю с имени Всевышнего, еще будет у меня время, пока будут звезды, если погаснет проблема, что я благословил, чтобы эту проблему уничтожить напрочь, я должен продумать, даже если кто-то обычно делал где-то у него, ну осталось вот там место, в шаббат продумать, чтобы не было никакого возможности, что это погаснет, вечером имитир, как обычно, если кто-то разрешает, ну ладно, кто-то не без знает, О, как мы и сказали, кто кому это интересно, отсылает нас туда, где мы то, что были, не побывавшие, книжки, это другая книга, другая, Рейш Айн Зайн, это все эти, находятся в другой книге, как зажигать шаббатные свечи, это побочные, нам сказали господа, как заниматься свечами в шаббат, у нас главная проблема, шаббат хамука, продумать тщательно, чтобы ваши свечи не погасли, правильное место, правильное масло, правильный фитиль, несмотря на то, что в другом месте нам можно тоже и не быть настолько тщательным, имелось в виду другое, мы не запрещены вам пользоваться светом хануки, поэтому там погаснет мне не важно, здесь как бы встречаются две лохи, мы сами для себя генерируем такую вещь, что перед шаббатом надо позаботиться о масле, о месте и отцителя, все, что нам осталось, господа, осталось нам, мы это оставим как раз на конец хануки, ближе к делу, что мы будем делать в москве шаббат, сейчас бы нарочно оставим это туда, чтобы это было живее, ближе к делу, там у нас будут важные места, дальше, Их, хозер в ухер бешем, но не скажем, бьяталя, шелом, гам в муссах, это все. Все дни хануки мы говорим о лех, все, это еще одна аллаха, касающаясь молитвы, да, Почему мы говорим аллель? Потому что каждый, что такое аллель? Это восхваление, мы поем свыше восхваление за то, что нас с вами спас. И так как он нас спасал каждый день, чудо, которое продвигалось в 8 дней, получается, каждый день было чудо, то мы с вами воспеваем каждый день, 8 дней поем аллель. И в молитвах, и разумеется, мы уже говорили в начале, в эти дни нет у нас тахануна. Когда говорим аллель, тахану не говорится известное правило. Ну а теперь, господа, последнее, здесь мы немножко порассуждаем, есть не сколько Аллаха, сколько наших рассуждений на тему, что мы читаем хануку. Итак, как все праздники у нас, мы читаем Тору, да? Потому что в Торе у нас всегда есть либо сам приказ о празднике, либо какой-то намек, или как-то связано с хануку какое-то событие. Мудрецы обязательно искали эту связь. И она, конечно, будет. Мы сказали, да, в начале еще, что на самом деле трапезу, которую мы устраиваем, рекомендуется устраивать и петь песню хануку, хотя это не требование жесткое. Тот, кто этого не сделает, не так страшно. Но, тем не менее, стоит и это делать, память о том, что как 25-го кислева, на самом деле, это наложилось событие на событие. Событие наложилось на событие. И это неспроста, однозначно, да, у нас нет ничего случайного. Поэтому там было событие, что 25-го кислева закончили собирать переносной храм. С этого мы начали на первый урок от хануку. И это событие, и тогда надо было, как мы сказали, думали, что 25-го кислева сразу начнется работа в переносном храме. Но Всевышний попросил Маширабену сложить все это в коробки, весь храм, и не раскрывать их до первого Ниссана. Это день рождения Ицхака, привязав строительство или начало с рождения Ицхака. Вот, потому, и как мы говорили тогда, Кислев обиделся, в кавычках, да, вот, и Всевышний пообещал, что он ему вернет должок во времена Хашманаии, да, и вот он вернул должок, и поэтому ханука, когда мудрецы стали сказать, а что нам читать в хануку? Какой раздел Торы я читаю в хануку? Где у меня в Торе описано ханука? На самом деле вы не найдете Торе описания хануки, разве что в главе, где перечисляются все праздники, после суккот вдруг говорят о масле. И отсюда учат мудрецы, что это намек. Но этого намека нам мало. Вы не будете читать два псука, где сказано, и принесите мне масло для светильника, да? Это очень мало, наверное, это, как делали мудрецы. Итак, в Торе есть у нас намек на хануку, намек, один после суккот сразу принеси масло, но, очевидно, этого мало, это намек. Кстати, тоже в главе описано Пурим, тоже намеком. Ну, Пурим, говорим о Пуриме, где у нас в Торе Пурим. Поэтому мудрецы, чтобы нам читать обязательно отрывки из Торы, постановили нам другое. Мы читаем, итак, что мы читаем? Что решили мудрецы, господа? Читают жертвоприношение на сиим, главой колен. Это далеко от нас, да? Или уже близко, посередине где-то. Паршат нас со. Это та самая Тора, которую пшуки читаем с вами в хануку. Каждый день мы добавляем по дню. Восьмой день мы перечитываем все заново. Восьмой день хануки – это особый день. Тоже поговорим ближе к самому дню. Нет смысла сейчас на эту тему распространяться. Что нам важно сейчас? Вот об этом мы до конца попытаемся порассуждать. Итак, нашли мы в Торе места, которые годится читать. Почему? Та же идея. Ведь что такое Курбан в от насиим? Это те самые жертвоприношения, которые должны были принести главы колен для того, чтобы построить переносной храм. Все. Вот и все, да. И так связали. Так как 25-го кислева – это праздник не только хануки, но еще и закончилось строительство переносного храма. Это было 25-го кислева. И до этого дня, очевидно, как известно, что каждый из главы колена в свой день приносил свои приношения. И что же нам в этом важно? Важно вот, что сама это место в Торе. Кто помнит, там, ну, сократив время, не был поиски, поверьте на слово, два листа напечатанных, буквально повторение одного и того же текста. Первый день колено-глава такого принесет столько-столько-столько-столько-столько-столько-столько-столько-столько-столько-столько. Я понял. Это надо для того, чтобы работал переносной храм. Принесет и закончил. Следующий, второй день, глава колена принесет, и тот же список повторяется. Тот же список опять. И я знаю, что уже известно нам, что Тора весьма экономит место. Так много надо сказать на ограниченном пространстве, что Тора иногда сужает события, и нам только мудрецы потом помогают разобраться, куда мы попали. Даже маленькие точки над буквами помогают нам разобраться, что там произошло что-то огромное, что Тора не описывает. Таких много мест мы на этом строим мидрши. Мидрши стоят на этих вещах. Еще раз, для того, что Тора не может нам все описать. Она скупа на местах, на буквы. А вот здесь, когда пришло время описывать подарки, которые приносит глава колен, Тора вдруг, каждый колено опять и опять повторяет тот же список. И мудрецы спрашивают, не жалко ли место? Напиши по-простому, напиши. Вот приношение колена Иуда. И список, да? Что он приносит? Все эти вещи, что он приносит? Все. На другой день точно такой же приносит колено Рувена. Нормально? Нормально. И так далее, и так далее. До последнего. Только какой день кто приносит? А что достаточно первого раза? Но Тора каждый раз, когда приводит следующего глава колена, описывает снова дотошно все те же предметы. Вот проблема. И вот и наша Ханука здесь тоже. Ну, в конце мы закончили ладоход. Кроме Абдалая, но это потом оставим. И тут нам стоит обратить внимание еще, Ханука это что? Добавить так к нашему, к нашей картине. Ну, то, что мы и так, и так уже разбросали в разговорах, что это воспитание Ханука, это воспитание самого себя. Это еще и вот что. Какой же ответ дают нам мудрецы на этот вопрос, который сами поставили нам? Итак, еще раз. Один и тот же список 12 раз повторяется скрупулезно, не жалея ни чернил, ни бумаги. Почему? Объясняю так. На что это похоже? Потому что, собственно, у нас все с вами, вот когда я сейчас так на одной ноге перевести на простой язык, как бы нас раздражает это немножко. Ну, опять-таки, мы просто как мы читаем его так, не вчитывая, да. Так вот, я проскочил по диагонали. Почему? Да я же буквально на простом языке как бы раздражаю. Ну, что я, зачем? Я же не бухгалтер проверять списки. Это не булгарский отчет умею. Почему? Это можно сравнить с тем, как... Ведь обратите внимание, что количество нот, оно ограничено, да? Так ведь? Всего семь. И количество букв ограничено. В каждом алфавите количество букв ограничено. Ограничено. Но, если бы я начал читать, или беру я ноты, я не композитор, я не исполнитель, но обратите внимание, что можно сделать? Всего-навсего семь. Я понимаю, было бы вот сколько нот. Вот тогда была музыка. Но берут всего-навсего семь нот, из них делают такое, что каждый раз вещь неповторимая. Случается такая вещь? Всего-навсего семь нот. Возьмите краски точно так же. Три краски, семь оттенков. Вторичный. Ну, красный, зеленый бы сделай, трава, небо, и все. Что-то можно, сколько еще можно там... Ну, с чем ты удивишь народ? Ну, каждая картина неповторимая. Ну, берет те же краски. Ту же палитру берет. Красный, желтый, зеленый, берет все. Те же буквы. А, Б, В, Г, Д, Ж, З, З. Но когда кто-то берет, складывает в них слова, слова опять же повторяются, небо, земля. Но он их переставляет так, и повторяется, ни разу не повторяется. Вот это с узким набором вещей сделать неповторяемую вещь. Вот это наша хама в конце, когда мы читаем. Потом еще раз. Семь нот. А еще обратите внимание. Ладно, ну вот у вас есть хорошая, из-за кого-нибудь, Ноктюр Шопена. Так ведь? Если кто-то знает музыкант. Я-то не музыкант. Мне рассказывал, кто недавно. В них в коле или есть парень, который пел в каком-то хоре. Ну, в общем, в большом знаменитом хоре государственном. Ему дали послушать какую-то штуку. И он говорит, ой-ой-ой. Скрипка здесь не настроена. Гитара не настроена. Это вообще не там. Он слышит, что называется, как это, искаженные звуки. Они расстроены. Мы этого лично, я вообще не слышу. Мне нравится, я понимаю, я отличаю. Это Беховен, это я отличаю еще. Но исполнение чьего-то я не отличаю. Это Рихтер играет. Играет такое-то. Ну, хорошо, я знаю, что он знаменитый. Но дать мне без объявления я не различу. Но я понимаю, что тот, кто понимает, он это чувствует у них дополнительное. То есть, даже тот же семь нот написал Шопен, это свой этюд какой-то там написал, да? Девятый там, допустим. Вещь, конечно, потрясающая. Но специалисты отличают, кто играет вот эту вещь еще, господа, понимаете? А, это такое играет, это такое играет. Только для того, чтобы почувствовать, как можно, как бесконечно варьирует это. Все эти семь нот, которые повторяются для нас, как Адора, Ми, Фасоли, Света. Ну, что там успел? Это я думаю, гамму помню. Это имеется в виду, господа, у нас здесь. Тора, когда пришло время сказать о чем-то, о чем мы поговорим сейчас, не экономит на бумаге. Единственное место во всей Торе, где она не экономит. Есть другие места, где она только, чтобы для лохи, там не чистое животное, на месте этого замена, их не было. Другие слова, но там не экономит, это другой смысл. Здесь однозначно пренебрежение экономии. Почему экономии? Почему действительно у нас и всех с вами, господа, у всех колен, у всех глав колен была одна простая работа. Принести подарки или средства, чтобы построить мешкан. Все. Чтобы это сделать, у всех ограниченные на борт элементы. Нет такого, их ограниченные, таблица медилена ограничена. Ну, золото, нужно серебро, все. Что еще нужно? Золото, серебро, нити, масло, шкуры. Вот то, что надо принести. Принести и все будет достаточно. Но, даже этот набор, каждый отдельно. Почему? Не каждый по-своему из нас служит Всевышний. Тем же набором. У каждого тот же Сидур. Мы говорим те же буквы, каждый день одни и те же благословения. Одно и то же. И молитва у нас каждый день одна и та же. Буква в букву. Вот шахреты молились, многие уже и по памяти засыпают. Буква в букву. Мы знаем все, все, что повторяется, повторяется, повторяется. До того, что мы засыпаем. Засыпаем. У нас парень, я на вашем миньяне. Он приходит поздно на молитву. Парень серьезный. Не то, что мы кипа с ругат. Галстук, кипа черная. Как полагается. Приходит на молитву, бедняга вот так. Сидур открыт на одной странице. Все наизусть. Ему и он, он спарен серьезно. Но только тут, ну видно, где нет, хороший пример, чтобы он наизусть. Он же знает, это. Переводный глядер, 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 вы знаете, кто-то дошел. Про себя. Видно, что человек, то есть, это было бы странно, чтобы его кто-то погнал, и кто-то наблюдает. Понимаете? Он там Юрий не проходит. Он харидинный парень из нашего района. И прийти в синагогу, чтобы сделать кому-то, вот я хожу в синагогу, и это ему не нужно. Для кого-то делают, понимаете? Кому-то выгодно. Ну и продасть, как на вашем языке называется. Вот, никому-то не выгодно. И он сидит, но по нему, для меня это хорошая иллюстрация, что он знает все наизусть. И когда он все знает наизусть, становится скучно. То, с чем у нас же нельзя, ведь много выходных глупости приводит. Когда становится, там безделье приводит к скуке, а скука приводит к греху. У нас безделье, наша работа Всевышнего становится скучной, а это приводит к греху тоже. Тут мы скакнули от безделья к скуке, а здесь от скуки, а это безделье, мы работаем, но она стала скучной. Почему? А скуки к греху. Какой же грех? Ханукальный грех. А с чего же там беда случилась? Какая-то беда. За что греки зашли и испоганили нам храм? Какова причина? В Пурим понятно. Пошли мы на пир, который был не наш пир. Все было кошерное и можно было прийти. Достаточно было с кисным выражением лица благословить на супер кошерное вино и выпить. Нет. Мы пришли туда с барабанами и с пляской, с киском. Вот за это на нас послали тогда Аман. За это. Мы спрашиваем, а что вы сделали в Хануку? За что такое? За что? Что случилось? Назовите мне точно, что случилось в Хануку, чтобы я знал, что мне делать. В Пурим я знаю, что мне делать. Второй храм же. Какая разница? В Пурим я знаю, что когда даже я делаю какую-то глупость, не надо делать это с веселым движением лица. Надо сожалеть. Это я знаю Пурим, это я и чую с Пурим, помимо всех других вещей. Для меня это главная точка, рычаг Архимедовости. Вот. Помимо веселья и прочего. А здесь исправляйте мне этот рычаг Архимедовости. Я хочу узнать навсегда. Хануку, что мы натворили такого? Давайте спрашиваем. А что мы натворили? Храм стоял, стоял, работали, работали. Коины. Что вдруг греки решили прийти и залезть в храм в сапогах? С нашими дни. Это наказание? Наказание. Или есть, скажем, другое? Ну да, результат. Результат так результат. Привычка. Рутина. То, что мы как-то уже упомянули. Ханукальние события пришли к нам на голову, свалили из-за привычки. Коин приходил в храм на работу, он делал свою работу тщательно, назевал, позевывал. И если вышли смотрел раз, два, три, как? Вы приходите ко мне как на службу в бухгалтерию куда-то? Да у вас должен быть каждый день как новый. Так мы говорим, да? Были как начальные дни. Люди же не виноваты, что так приедаются. Приедаются. Совершенно верно. Совершенно верно. Мы не виноваты, что привыкаем. Но с другой стороны, мы должны знать, что нам это свойственно. И должны выкарабкаться. Чтобы нам выкарабкаться, мы должны зарегая ханукальность. В этом помните, это пришло разрушить рутину. Поэтому каждый раз упоминаем этот спор между Рамбаном и Рамбаном в молитве. Третий раз упоминаем уже. С одной стороны, это молитва как будто последняя. А с другой, это должна быть привычка. Я должен сделать так, чтобы другого я не могу. Но самая большая была в стойке, здесь причина, это была рутина. А почему? Ну это же уже было. Это же уже было. А как мне избавиться от этой рутины? Читая этот длинный список непонятных, как она объясняет. Несмотря на то, что у каждого у них было одно и то же, каждый по-своему у нас делает работу Всевышнего. Шимон принес свое, но у него были свои в голове, для чего он это делает. Леви принес такое же у него в голове свое почему-то. У каждого своя работа Всевышнего. Своя. Именно своя почему? Не то, что как будто, а теперь раз, своя. Это значит, что никто ее вместо меня не сделает. Никто вместо меня ее не сделает. А это против чего, в свою очередь, стоит? Тоже мы упоминали как-то. Потоп. Все возвращается туда. Туда мы предупредили, вначале будем и в праздник, и в сегодня возвращаться. Что там было? Потоп. Ну почему столько было предупреждений? И почему только один, только один ног услышал? Вот это, по большому счету, вот так вот, простой вопрос. Как ты не веришь в это? Столько лет потрачено времени, грохота, шума, и только один ног и семья услышали предупреждение. Почему это, мы сказали, в обратную сторону. Иногда человек думает, ну, кто-то сделает вместо меня. Меня не послушают. И кто я такой? Вот это вот, вот странная, страшная сторона рутины. Привычка не то, что мы зеваем, что ты делаешь, это первая шла. Вторая ступень, когда человек думает, что все по-старому, что ничего не изменится, что будет того, что я это буду делать. Меня не послушают, на меня не посмотрят, ну и все. И нам отвечают, ни в коем случае. Каждый из нас на своем месте обязан делать. Даже если, еще раз, уже не сама привычка опасна. Привычка перерастает в другое. Мы думаем, ну так и было уже. Ну и что добавили я к тому? Ну не соблюдая, к сожалению, огромный процент нашего народа шаббат. И что? Ну вот уже так длится, длится, длится. И что? Изменится того, что я скажу, ребята, надо шаббат соблюдать. Уже смеются. Что ты открыл нам Америку? А нам запрещено так размышлять. В любом, в котором попадаются случаи, мы должны напоминать, что есть еврейская жизнь. Каждый из нас послужит по-своему. А то, что только по-своему, еще раз, вместо меня эту работу никто не сделает. Только я. А что же я делаю? Всюду говорить. Если не я, то кто же? Обязательно. В любом месте. Это и есть наша ханука, на самом деле. То, что будут потом воины, и пойдут, это партизанская война, и победят, это все. Но, это история, это ландшафт, на плоскости, что называется. Там что? Там что, по-немецки. Да? Я по-немецки знаю только хэндихо. Женишные, да. Это уже из фильмов. Господа, вот ханука. Как я на своем месте. Поэтому, на самом деле, вся наша жизнь крутится в одной простой. Какой смысл жизни, да? Что я делаю? Так вот мы все на своем месте. Поэтому, Тура говорит, да, вся проблема, что мы думаем, это все старое, и ничего не изменится. Нет, не так. Изменится обязательно. Это первая моя вещь. Все может поменяться. И должно поменяться. Но не может оно поменяться, покуда я не сделаю что-то. Все. Это вся ханука. И так люди думают, поспоследок, что трудно что-либо поменять. Так было, есть и будет. Скука. И ложь великая. Мы знаем, что все поменяется. А поменяется к лучшему. Называется машина. Но это не может поменяться, господа, пока я не приложу руку. И все. Собственно, это можно расстаться. Шалом, друзья. Махон Мир приглашает вас на офлайн ханукальный вечер. Знакомство с глубинами еврейской традиции. Ждем вас 20 кислева, 14 декабря, в 6 часов вечера. По адресу Иерушалаем, Сберот Мири, дом 2.